Приветствую вас на моем канале. В этом видео познакомлю вас с некоторыми возможностями Proteus, о которых ранее не упоминал, которые облегчат работу с ним и в основном работу по разводке печатной платы. На данный момент у меня стоит версия 8.7 SP3, поэтому обращаю ваше внимание, что в предыдущих версиях таких функций может не быть. И также сейчас уже вышла 8.8 версия, в которой есть еще дополнительные фишки довольно интересные, которые увеличивают функционал Proteus и облегчают работу с ним. Но у меня сейчас стоит вот такая версия. Данный материал был взят с официальной странички на YouTube компании LabCenter. Они там иногда выкладывают видео, в которых освещают интересные моменты. Для примера это плата электронной нагрузки. Давайте перейдем на печатную плату. Так она выглядит. В каком-то из видео я показывал, как отключить векторы силы, или как они называются, я не помню. То есть желтая линия, вот стрелочка, которая показывает оптимальное размещение для элемента. Когда куча элементов не разведены на плате, и вот эти желтые стрелочки, они сильно мешают. Я показывал, как их отключить. Эта опция, насколько я помню, была где-то вверху. Теперь она внизу. Вот здесь вот название нашего файла. На него щелкаем. Открывается окошко со слоями. Где мы можем отключить вот эти самые векторы силы. Force Vectors. Нажимаем ОК. И вот видим, появилась желтая стрелочка, которая все время будет мешать. Поэтому ее я рекомендую убирать. И более интересная функция, которая может быть полезна при изготовлении именно больших плат, с маленькими проблем обычно нету, это переключение видов платы по нажатию на клавиатуру. То есть вверху у нас видим вот название вида, которое мы хотим сделать. Давайте создадим новый, new, и пусть это будет опять же top. Ну, top уже создан, пусть будет bottom. То есть пишем bottom, нижний слой печатной платы. ОК. А, он тоже я уже создавал, давайте удалим тогда. Удалил. Создаем новый, пишем top, ОК. И выбираем те слои, которые хотим, чтобы показывались на этом изображении. То есть я выбираю none, отключить все. Выбираем все названия со словом top. Так что еще печатную плату показываем. Ну и различные другие слои, если в этом есть необходимость. Еще отверстия, пусть будут. И назначаем ей цифру на клавиатуре. Пусть это будет цифра 1. Дальше создаем новый, bottom. ОК. Опять же отключаем все и отмечаем все со словом bottom. Печатная плата. И отверстие. Назначаем клавишу 2. Ну и еще какую-нибудь. Пусть будет только отверстие для сверления. Вроде так пишется. ОК. Отключаем. И что это у нас будет? Дрил. Где они? Что это такое? Ладно. По идее тут они должны быть, но почему-то не обозначаются. Ну ладно, отметим. Посмотрим, появится или нет. И назначаем цифру 3. ОК. Что у нас этот резистор делает? Непонятно. Выбираем black paper. Давайте резистор вернем на место. И теперь нажимая на указанные клавиши, которые мы назначили от 1 до 9, мы можем переключать эти виды. Нажимаем на цифру 1. Видим только верхний слой печатной платы. То есть только красный цвет. Нажимая цифру 2. Видим только нижний слой печатной платы. Что у нас здесь? То есть видим вот эти надписи здесь. А на этом слое их нету. На верхнем. И цифра 3. Здесь почему-то отверстий нет. Они как-то с чем-то видимо связаны. То есть вот таким образом легко с помощью клавиатуры быстро можно переключаться между видами печатной платы. И это может быть очень удобно при изготовлении вот именно больших сложных печатных плат. При редактировании, размещении, допустим, надписей. Потому что если у вас вот полное отображение, то не всегда понятно, что где находится. А раньше я это смотрел на 3D виде. Как все расположено. Где какие надписи. И потом уже их редактировал. Теперь же это легче. Если убрать все постороннее. Следующий момент, который я раньше не знал. Обычно мы разводим печатную плату вот под прямым углом, либо под 45 градусов. Но это как бы нормально, вполне прилично выглядит. Но Proteus позволяет делать также дуги. Для того, чтобы сделать округлую линию, нужно удерживать клавишу Ctrl. То есть сейчас я веду обычным образом. Вот меняю углы. И видим, как происходит прорисовка дорожки. Теперь я удерживаю клавишу Ctrl. И видим, что прямые углы у нас сглаживаются путем вот таким вот построением множества кругов в этом месте. То есть еще раз, когда вам необходимо провести округлую дорожку, мы нажимаем Ctrl, проводим, заканчиваем здесь, отпускаем Ctrl и возвращаемся к обычному способу рисования дорожки. Нажимаю Ctrl. Вот таким образом. Еще одна возможность, но это довольно узконаправленная область. Если вы проектируете платы для высокочастотных устройств, то в этом случае есть необходимость, чтобы длины проводников были одинаковыми. Чтобы на них была одинаковая задержка, их параметры были максимально одинаковые и прочее. Давайте нарисуем два проводника. И предположим, что по этим двум проводникам идут у нас высокочастотные сигналы. В таком случае требуется, чтобы их длины были равны. Для этого выбираем оба проводника, выбираем один, нажимаем Ctrl, нажимаем второй, правой кнопкой мышки щелкаем, выбираем вот этот пункт управления длиной. И давайте выберем, чтобы их длины были равны. Так, видим, что не хватает длины вот этого проводника. Давайте что-нибудь тут сделаем. Но, видимо, вот так вот. Повторяем процедуру. Сравнить. Есть. И вот видим, протеус автоматически нарисовал вот такую вот волну. И теперь длина вот этой дорожки и вот этой дорожки будут равны. Или другой способ. Щелкаем два раза. Туда же заходим, выбираем, что мы хотим задать определенную длину. Говорим да, что хотим убрать их равенство. И зададим длину, пусть будет, ну, побольше 50 миллиметров. Окей. И видим, что они обе получили вот такие вот загогулины. Которые при необходимости мы можем двигать по линии. Перемещать туда, где нам будет это удобней. Давайте смеха ради. Еще увеличим. Поставим 90. И получим вот такую вот форму. Ну, повторюсь, это именно для высокочастотной высокоскоростной техники. Следующая очень удобная опция, которая появилась не знаю в какой версии, но в предыдущей, которая работала, этой опции не было. Это управление множеством дорожек одновременно. То есть раньше, чтобы изменить толщину дорожки, мне нужно было выбирать каждую из них. Или в месте их встречи щелкать правой кнопкой мышки. Таким образом и редактировать толщину дорожки. Теперь с помощью Ctrl, как и при обычной работе с компьютером, мы можем выбирать несколько объектов. То есть выбрали стрелочку, выбираем одну дорожку, нажимаем Ctrl и держим. И выбираем все дорожки, которые нам нужны. Затем правой кнопкой мышки отпустили Ctrl и указываем, допустим, их ширину мы хотим изменить. Пусть будет T6. Вот все указаны, изменили свои параметры. То же самое относится и к компонентам. То есть раньше контактные площадки, либо вот такие разъемы, чтобы перевернуть на другую сторону печерной платы, было нужно либо каждый из них выбирать и переворачивать таким способом, или изменить слой, без разницы. Либо выбирать таким вот образом, выделять именно эти разъемы, которые нужны, не затрагивая другие компоненты, и переворачивать их группой. Теперь также с помощью удержания Ctrl можно выбрать все интересующие нас разъемы. Изменить слой, компоненты. Вот они перевернулись на другую сторону.